Продолжаем программу «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Разделяя властвы, как бизнес формирует ответственное потребление и вообще что такое ответственное потребление, мы говорим сегодня с гостями, у нас обновился полностью пол наших гостей. И сейчас у нас в студии, не поверите, четверо гостей. Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании «Азбука быта». Татьяна, добрый день. Добрый день. Наталья Поздышева, руководитель коммуникационного агентства «Лиса», «Люди и связи». Здравствуйте. Олег Ладыгин, основатель франшизы «Аймастер», психолог и блогер. Всем привет. И Алексей Шаклеин, владелец «Барбершоп СНОП». Здравствуйте. Что такое ответственное потребление? Оказалось, что гости, ну, то есть... Олег как психолог, мне кажется, просто для затравочки такую фразу вот кинул. Он сел, мы тут все про ответственное потребление в перерыве, естественно. Он сел так спокойно, договорил по телефону и говорит, вот вы говорите про ответственное потребление. А что это такое? Вот сейчас Олег... Да, другой Олег. Другой. Пока я психолог. У нас два Олега, а Света загадывает желание. Так вот, с точки зрения B2C, то есть бизнес и клиент, это, ну, с точки зрения потребителя, да, это эффективность, осознанность потребления, то есть потреблять столько, сколько ты, действительно, сколько тебе нужно, и не более того. Сохранение экосистем и биоразнообразие гуманное отношение к животным. И недавний пример, королева Англии отказалась от натурального меха. Да. Но мантию оставила. Это здоровый образ жизни и приверженность ему. Это справедливые условия труда и исключение эксплуатации детского труда. Это отсутствие дискриминации в обществе, религиозной и национальной терпимости, сохранение особенностей национальной культуры, инклюзивная среда и равные возможности для всех. А с точки зрения бизнеса сейчас дотянусь до таблички. Тут, на самом деле, больше, пока без расшифровки, это сертифицированное сырье и комплектующие, это ответственные экологические расходы, расходные материалы для офиса, это экологичная упаковка для товаров, о том, о чем говорила нам как раз в прошлой половине часа Екатерина Матанцева, МИКО, когда они там упаковывают свой товар без использования скотча и без использования вот этих пластиковых пупырышков, заполняя пустое пространство бумагой. Это ответственное инвестирование, зеленая типография, образование и повышение квалификации сотрудников в области устойчивого развития, здоровый образ жизни для сотрудников и так далее. То есть то, что как ответственное потребление можно перенести на своих партнеров, клиентов и внутренних клиентов, то есть сотрудников компании. У нас хороший сейчас мостик такой перекинется из первого часа, потому что я упоминала в первом часе о том, что вчера в рамках эко-недели в Кирове стартовала она очень мощно, нон-стоп буквально до самого позднего вечера были разные мероприятия. Одним из них был, или это сегодня будет, раздельный сбор мусора в Леруа Мерлен, сразу после эфира. А, вот сегодня это будет. В два часа. В два часа в Леруа Мерлен, которые были у нас в первом часе, вот вместе с компанией Азбука Быта будут учить людей сортировать мусор. Азбука Быта вообще очень активно, управляющая компания, управляющая компания, очень активно занимается продвижением раздельного сбора мусора и вообще экопотреблением. Это инициатива, Татьяна, чья была? Это жильцы запрос такой послали? Собственники или менеджеры, управляющие компании? Здесь в первую очередь был совместный диалог. Понятно, что мы всегда говорим, раздельный сбор мусора – это некий признак культуры, высокой культуры горожан. Поэтому, когда собственники к нам вышли с такой просьбой, мы решили организовать такой пилотный проект. На самом деле это всё далеко не просто, как кажется, что вот мы тут всё установили и тут же начали все приносить. Нет. Первый опыт был вообще печальным. Когда мы поставили, у нас образовалась некая тоже, скажем так… Контейнеры для раздельного сбора. Мы организовали контейнерную площадку, установили раздельно контейнеры, но они были открытыми. Они были открытыми и, конечно, туда начали сбрасывать не только так, как конкретно мы по фракциям установили, причём мы установили только три фракции – это бумага, это жестянка, это пластик. После чего мы привлекли, опять же, и волонтёров, и непосредственно сотрудников управляющих компаний. Каждую субботу всего на полчаса мы выходим, и к нам приходят жители, мы эту площадку открываем, и к нам уже приносят раздельный сбор мусора. То есть он уже сортированный. И вот благодаря этому этот проект у нас стартовал в ноябре прошлого года. Я могу поделиться сейчас итогами, сколько мы сдали, сколько мы отсортировали. Вот даже, значит, это с ноября, с ноября. За это время четыре приёмки принимали, ещё раз повторяюсь, только по субботам по 30 минут. Мы собрали 148 килограмм макулатуры, 11 килограмм PET, 4 килограмма железа и 1 килограмм алюминия. Всё это мы передаём сейчас организации, которые это отправляют на переработку, и вырученное средство, сумма коллеги, она тоже незначительная. Это 2000 рублей, 1956 рублей, если быть дословно. Секундочку, здесь ведь экономия на самом деле может быть не на том, что ты сдал во вторичную переработку, а в том, что ты уменьшаешь объёмы прочего мусора, за который ты должен платить. И вот здесь главный вопрос, а как это устроено у вас? В данном случае мы действуем вне регионального оператора. Это пилотный проект исключительно на отношениях управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. И ту сумму, которую мы сейчас выручим, мы её, естественно, направим на благоустройство любой территории, которая находится в данном микрорайоне. А то, что вы, Олег, говорите, да, совершенно верно, уменьшив объём другого мусора, да, региональный оператор, мы недавно, Светлана, встречали с вами на круглом столе, надо отдать должное, Министерство экологии идут к этому проекту, и уже к лету этого года нам обещано открыть 10 площадок, где действительно будет произведена сортировка мусора, и вот здесь уже будет задействован и региональный оператор с точки зрения уменьшения платы за вывоз мусора. — Я сейчас поясню, о чём говорит Татьяна. Это тоже была инициатива совместная. С одной стороны, жители и бизнес к этому пришли, с другой стороны, Министерство экологии прорабатывало несколько пилотных районов, куда заявились Васильки. — Да, мы тоже туда уже заявились. — Куда заявились Васильки, где региональный оператор попытается внедрять раздельный сбор с уменьшением платы за него. И объём будет замеряться датчиками, которые будут установлены на контейнерах, и эти датчики будут срабатывать тогда, когда нужно приехать за этим мусором, а не лишь бы каждый день гонять машину, тоже уменьшая углеродный след, соответственно. И вот тогда, исходя из вот этого объёма, замеренного датчиком, люди будут платить. Но, товарищи, я хочу Вам сказать, что пока мы тут спали, не только плохие вещи происходили. Спали, я имею в виду, праздники, которые в России, мне кажется, уже скоро отменят действительно. — Скоро. — Из-за того, что происходит. Значит, Минприроды Российской Федерации, я сейчас РБК цитирую, предложила отменить сборы населения за раздельный сбор мусора, утилизацию раздельных отходов с населения, переложив на бизнес вот эти расходы. Ведомство вернуло возможность самостоятельной утилизации отходов для компаний, у которых есть на этом мощности. Причём Минприроды говорит о том, что для того, чтобы людей по-хорошему спровоцировать на раздельный сбор, уменьшать плату за такой мусор, будут вплоть до ноля. Вот такие сейчас идут предложения от Минприроды Российской Федерации. Мы их будем разбирать в дальнейшем в эфирах. Я просто говорю о том, что здесь вот, ты думаешь, что здесь ты один в этом движении, ну, может быть, вас несколько. А на самом деле, как снежный ком нарастают вот эти предложения, и в том числе это касается не только населения, но и бизнеса. Это поправки в Конституцию будут, нет? Нет. Там, к сожалению, нет таких поправок. Если только что-нибудь не переделают за последнюю неделю, ещё и за это мы не пойдём голосовать. Не знаю. Политику, что действительно, этот пилотный проект, который сейчас вот министерство будет поддерживать, да, правда, это всего 10 площадок. Интересно, кстати, выбрана была логистика, почему-то именно там, ближе к полигону Лубягина. Вот, поэтому это в первую очередь, да, заденет те территории. Но, тем не менее, вот мне лично тоже очень интересно, как этот пилотный проект себя покажет, сможем ли мы потом это масштабировать уже на другие. Поэтому, конечно, мы в первую очередь тоже заявились в этот проект. Мне интересно будет технически, как эти датчики действительно будут срабатывать, потому что даже элементарно эту бутылку, надо ведь тоже понимать, как её туда правильно бросить. Да, ну вот смотрите, вот стоит контейнер, да, одно дело, ты его забил коробками, и объём уже, и за этот объём ты платишь всё равно, а другое дело, ты коробочки там сложил, бутылочки там смял, утрамбовал весь мусор. Вот как раз мы сегодня будем об этом рассказывать, как это правильно приносить, как это правильно складывать. У тебя он значительно уплотнился, утяжелился, но платишь-то ты не за веса за объём. Коллеги, я предлагаю отойти от этой темы. Почему? Потому что у нас ответственное потребление не зацикливается только на раздельном сборе мусора. И хочу Олегу предоставить слово, что из того перечня видов ответственного потребления с точки зрения бизнеса iMaster внедряет в себя. Ну, в iMaster вообще есть постоянный отход. Это батарейки телефонов, которые, ну, проблематично утилизировать, и нельзя их захоронять также. Но мы знаем только одно крупное предприятие, в Челябинске. Нет, в Челябинске батарейки, ну, не знаю, эти ли. Нет, у нас литий-ионные аккумуляторы полимерные, и они как бы не такие, как щелочные батарейки. Они взрывоопасны, это раз. Два. Они могут подвержены быть переработке, то есть можно их использовать в каких-то других элементах, таких как батареи для автомобилей, например, да. Но сейчас уже появились новые литий-железные батареи, которые лучше подходят для этих тем. В Кирове сейчас есть сеть воды «Ключ здоровья», которая принимает батарейки на утилизацию. Это совсем недавно появилось. В октябре. Да, и это очень хороший знак, то, что в Кирове борются с выбросом вот этих вот отходов. Но они собирают батарейки именно вот эти щелочные, которые везутся в Челябинск. Ну, они вообще все батарейки собирают. И ваши тоже, телефонные. Им приходится, видимо. И также мы утилизируем через Леруа Мерлен, там стоят приёмки для батареек, также мы просто туда отвозим, тем самым спасаем экологию Кирова. У нас в районе 150 батареек в месяц выходит. Это очень большой объём, и их просто так не утилизируешь. Они могут загореться, если выкинуть их куда-то в мусорку. Также у нас используется минимум бумаги, электронные обороты, документации. И, в принципе, у нас мало отходов. 12 человек работает, 3 магазина, и в основном мы занимаемся ремонтами. Запчасти мы также храним и отправляем поставщику, например, на утилизацию. То есть вот эти вот линии вы сами вводили, все эти процессы, или эти процессы обозначены для открытия там любого магазина, который занимается продажей электроники и техники? Ну, у нас сервис, ну, это как бы все эти отходы идут от сервиса. А на самом деле для электроники, то есть они продали телефон, потом неизвестно, что с ним будет. Нет такой, допустим, программы утилизации, что вы используете телефон, там через 5 лет принесли и сдали. Потому что там внутри также батарейка, там внутри такие элементы, которые, ну, пайки, ну, как сказать. БГА-пайка, она основана на металлах, которые вроде как менее токсичны, но все равно, когда они в почве, они разлагаются и травят почву. У меня такой вопрос. Вот с точки зрения ответственного потребления, магазины и особенно мастерские по ремонту, там, БУ или техники мобильных телефонов, мне видится, это как раз вторичное использование тех телефонов. То есть человек захотел себе купить новый, старый, не выкинул на помойку, а отнес или у человека сломался телефон. Конечно, сейчас все идет к тому, что вещи становятся одноразовыми. И ты выкидываешь, покупаешь себе дешевле купить новый. Но ответственный человек понимает, что я лучше заплачу побольше, но буду пользоваться еще этим аппаратом, поскольку меньше нанесу ряда экологии. Меняется ли это сознание у потребителей, больше ли становится потребителей, которые приходят ремонтировать телефон, которые сдают. А не покупать. И кто-то покупает в трейд-ин и так далее. Ну, смотрите, расхожее мнение, что аппарат, сотовый телефон, он там работает 2-3 года, потом там плохо слышно, батарейка садится, он начинает тормозить. Ну, со всеми, на самом деле, так. У айфонов один плюс то, что они состоят из железа в основном и немножко пластика. И они не рассыхаются, как все ноутбуки, которые сделаны из пластика, и телефоны пластиковые. То есть они со временем теряют свои вот эти свойства прочности, что ли, корпуса. И люди просто берут, через 2-3 года уже меняют аппарат. И тот либо на выброс идет, либо на вторичку. У Apple есть смысл просто поменять батарейку и почистить сеточки. Это ежегодное обслуживание. Это как бы нормальная абсолютно вещь. У нас есть специальные там программы для этого. То есть купив телефон, вы там получаете скидку на последующее обслуживание. Поменяв батарейку, у вас он также проработает снова 3 года. То есть это такая вещь нормальная. Так вот вопрос у Олега как? Возможность есть. А есть ли сейчас запросы? Если нет, то есть. Или по-прежнему стоят в очередь с придыханием, ожидая, когда выйдет новое, новое. Нет, и что делают со старыми? Ну, тут надо разделять сначала, взять, разделить свою аудиторию, которая ходит с телефонами. То есть если человек покупает телефон за 100 тысяч, он ходит с ним примерно года 3. Есть, ну там, несколько видов клиентов. Есть, кто каждый год гонится за модой. То есть ему надо обязательно новый, новый, новый. Он старый, там, за полцены продает еще как-то. Потому что процентов 30-40 через год теряет телефон. И это уже не сильно выгодно. То есть надо ходить с телефоном 2-3 года, который куплен там вот только-только, когда он вышел. Есть люди, которые меняют, вот получается, там, каждый год. Есть люди, которые раз в 2 года меняют. Есть люди, которые раз в 3 года меняют. Это пока я то, что наблюдаю. И те, кто пользуется телефоном там, ну, 3 года, бывает вообще 5 лет. Но это, допустим, у меня мама, не знаю. Я ей подарил айфон, она с ним отходила 4 года. И я ей подарил другой. На том поменял батарейку и продал также. То есть телефоны, по сути, всегда идут по наследству, на самом деле. То есть купив там... Детям. Да, детям там. Но всё-таки тренд сейчас какой? Вот вопрос об этом, Олег. Тренд-то сейчас какой? Мы по-прежнему, надо просто, ну, как бы, посмотреть... Нет, тренд, да, я понял. Честно. То есть что касается именно конкретно телефонов, мы всё-таки к ним ещё пока относимся как к модным гаджетам? Или туда тоже уже вот этот тренд осознанного употребления, когда нет? Звонит, фотографирует, быстро бегает интернет, и достаточно. Я не буду покупать новый. Или пока что всё-таки вот... Вот разделяется общество, на процентов, может, 20, они бегут за модой и постоянно меняют, остальные готовы обслуживать и пользоваться. И это пока стабильная ситуация такая. Да, да, это постоянно. Ну, вот я согласна с Олегом, у меня дома уже 5 телефонов лежит с топочкой, и я не знаю, куда мне их дать. Ты, Соня, скажи, она на Авито выставит и продаст. Нет. У каждого телефона есть своя цена. Как ни странно, Авито уже так хорошо не работает в этом смысле, на мой взгляд. Барбершоп. Давайте мы сейчас обратимся к Алексею Шаклеину, барбершоп СНОП. Как можно в парикмахерской, извините, да, как можно в парикмахерской реализовывать идеи ответственного потребления? Ну, вообще можно, да, то есть идеи ответственного потребления, я считаю, они есть абсолютно в любой сфере. Здесь вопрос в другом, готов ли люди там, либо собственники платить за это деньги. Да, то есть, ну, как говорит Олег, у нас, в принципе, тоже отходов немного. У нас в основном это только волосы, да, которые копятся килограммами. Они загрязняют. Волосы можно утилизировать? Да, конечно, мы утилизируем волосы, также ещё и бритвы, да, то есть одноразовый, который мы используем для бритья мужчин, да, то есть они тоже всё это утилизируются. Не готов сказать там, кто ещё утилизирует вообще всё это, потому что, как правило, это всё оказывается в мусорных баках и потом везётся на наши полигоны. Вот я бы с вами хотел, помимо там барбершопа, поделиться другими именно ответственностью, да, которую мы применяем. Это, помимо этого, там, скажем, мы ещё занимаемся упаковочными материалами, да, то есть компания. Ага, вот мы и добрались до самой большой части составляющей мусорной. Да, там, на самом деле, гораздо всё интереснее, и там просто, ну, по рабочим моментам приходится постоянно быть в теме, потому что вообще вся упаковка, что на наших прилавках-магазинах, она абсолютно из разных материалов может изготавливаться. Какие-то материалы, они, в принципе, беспроблемно утилизируются и перерабатываются в дальнейшем, а какие-то, они, ну, просто-напросто не подлежат. И сейчас проблема, вот, думаю, что согласятся со мной коллеги, то, что это наш, ну, конечный потребитель, это как мы с вами, да, то есть мы требуем, чтобы продукт долго хранился, для этого, чтобы продукт долго хранился, используются многобарьерные сейчас многослойные плёнки, которые достаточно тяжело вообще утилизировать, а так, если по статистике, порядка 90% всё, что везётся на наши полигоны, они утилизируются. Вот, помимо этого... Это можно утилизировать, но не утилизировать. Да, это всё можно утилизировать, но, к сожалению, пока не у всех в голове есть такое то, что... Ну, то есть к мусору как относятся? Вот в корзине стоит мусор, к нему относятся как к мусору. По сути, это не мусор, это вторичный ресурс, да, то есть вторичный ресурс... Вот это ваше осознание, как влияет на и изменяет ли какие-то процессы в вашем бизнесе? И если мы говорим об упаковке, мы сейчас какой имеем в виду бизнес? Упаковка-то вообще, ну, упаковочный материал, да, то есть... Вы производите его? Мы являемся дистрибьюторами упаковочных материалов, да, то есть мы там дистрибьютируем, это гофрокартон, это различные виды пластика, всё, что вы видите, в принципе, на прилавках, магазинах, да, то есть это мы, в принципе, дистрибьютируем в нашей торговой сети. Это о какой компании сейчас речь идет? Группа компании Рупак. Вот, и года два назад, наверное, да, то есть мы задались такой целью, то, что вот у всех корзинах, да, можно заметить, это бумага там от Снегурочки, ну, то есть вот это всё вторичные ресурсы, и, на самом деле, как бы он начал беспокоить, и мы с одним крупноперерабатывающим предприятием, да, под СБК в Перми, мы проработали специально боксы, да, то есть именно они не из металла, они ещё, а именно боксы, которые могут стоять, и без проблем туда можно складировать именно бумагу, да, то есть, в принципе, ведро опустеет сразу же, то есть если ведро, как правило, накапливается в офисе, это сутки-два, да, то есть то вот через такие боксы, да, то есть именно через такую систему накопления они, соответственно, накапливаются. Поменять систему накопления даже, да? Да, да, систему накопления. И это тоже уже решает вопрос. Мы попытались транслировать эту идею на наши перерабатывающие предприятия, ну, то есть там, условно, там мясокомбинаты, на хлебобулочные предприятия, но, к сожалению, нас не поддержали, да, то есть им не поддержали по двум причинам, да, то есть потому что, ну, не видят, видимо, вообще целесообразности этого использования. И вторая проблема – это то, что это является горючим материалом, да, то есть гофрокартон, мы из гофрокартона придумали. Вот сейчас мы проработали следующий этап, да, то есть у нас следующий этап – это мы проработали специальный гофрокартон огнестойкий, да, то есть, в принципе, всё будет гореть, но вот… Чтобы пожарные не придирались. Да, чтобы не было проблем, да, но сейчас есть опять определённые проблемы, то, что вот эта добавка, которая добавляется, да, то есть вот этот материал… Она не очень эко. Она нет, она всё нормально, она эко, но она везётся со Штатов, да, то есть и у неё логистика достаточно, да, длительная. Своего продукта такого российского нет. Своего продукта российского, к сожалению. Зачем вы это всё стали делать? Где ваша выгода? Да выгоды нет. Так. Ну, какая здесь может быть выгода? Это позиция предприятия? Это конкретно моя позиция. Это ваша личная позиция? Да, конкретно моя позиция. Я очень болею экологией и вообще всё, что у нас происходит. А ваши партнёры и сотрудники её поддерживают или приходится им рассказывать и объяснять, зачем это нужно делать? Ну, поддерживают не все, но когда со мной пообщаются, то, конечно, они все ставят на мою точку зрения, принимают и понимают, насколько это важно. Да, то есть я не говорю о том, что там я в семье прививаю детям, да, то есть вот это всё. Вот, конечно, и в предприятиях, да, то есть где я работаю, мы, конечно, это делаем. Понятно, что у нас есть там определённый договор, у нас вывозят макулатуру, мы сортируем также ещё, сортируем у нас различные виды вторичных ресурсов образовываться, мы это сортируем и всё потом сдаём, вытилизируем. Это всё мы делаем. Сейчас прервёмся на короткую рекламу и перейдём к Наталье Поздышевой. Партнёр программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Возвращаемся в студию, это программа «Разворот на бизнес», и мы сегодня говорим об осознанном или ответственном потреблении. Что это такое, тренд или новые возможности для российских компаний? Вы слышите, на заднем фоне даже идут дискуссии, не прекращаются минуты, рекламные паузы в том числе. Не заказывать. Заказал. У нас в студии Татьяна Дёмина, Наталья Поздышева, Олег Ладыгин и Алексей Шаклеин, все представители различных совершенно видов бизнеса и направлений вообще, да, но собрались в одной студии. И мало того, что в одной студии, они все участники «Эко-недели», которая стартовала вчера в Кирове, и у нас здесь человек, который явился идейным вдохновителем, создателем и драйвером этой «Эко-недели», это Наталья Поздышева, руководитель коммуникационного агентства «Леса, люди и связи». Вот видно сразу, что коммуникационное агентство, потому что… Да, через неё все коммуникации сейчас завязались. Да, из небольшого, но приятного мероприятия «Эко-фэйшн-дэй», который ты классически, Наташа, проводишь там из года в год, это превратилось в очень серьёзную, серьёзной социальной основой акцию, которая называется «Эко-неделя», и к ней присоединилось большое количество партнёров, в том числе информцентр по атомной энергии, который является тематическим партнёром и с научной точки зрения будет разбирать завтра, в пятницу, между прочим, в кавлокинге компании «Железно». Все повязаны. Да, вечер научных страшилок, где о пластике и о том, как среда влияет вредно на организм, если она загрязнена, и до чего человек доводит среду, с точки зрения науки будут разбирать люди с научными степенями из Вятского государственного университета, из Медицинского университета, и к ним присоединятся ещё активисты из красивого Кирова со своей акцией по замерам воздуха, тоже среда. Вот как это влияет с точки зрения науки на человека, и что мы можем с этим сделать, будет завтра в кавлокинге компании «Железно» на «Динамовском 4» в 5 часов. Наташ, 4 дня интенсива, и каждый день по несколько мероприятий. На какую аудиторию они рассчитаны? Я теперь поняла, что не только бизнес собрался на эти мероприятия, они вообще стали открытыми и привлекли туда просто горожан. На самом деле, ты правильно сказала, что мы уже на протяжении двух с половиной лет делали просто красивое, модное мероприятие в городе Кирове с эко-тематикой. — Прости, я тебя перебью, потому что тоже так, мы обе эмоциональные дамы, все три дамы эмоциональные здесь собравшиеся. Наташа, когда первый раз об этом рассказывала, мы ещё осенью об этом заговорили, там, в октябре в наибреки, говорит, ну вот понимаешь, мы будем там вот не натуральный мех, а искусственный мех. Ну вот не такая одёжка, а сякая одёжка. Тогда ещё была история всё-таки про фэйшн. — Да, больше фэйшн была. — Она переросла совершенно в другую. — Да, да. И когда мы, ну, наступил 2020 год, а это год трансформации, изменений, мы меняемся, окружение меняется, мы хотим что-то внести чуть больше, нежели мы привносили в этот город, в наше окружение в предыдущие года. И это сейчас на самом деле не для красного словца, на самом деле вот такое осознание было. И мы в декабре с Лисами, это сотрудницы моего агентства, ездили на стратегическую сессию, и мы думали, что же такое сделать. И вот просто мозговали и домозговали до того, что одного дня в принципе недостаточно, потому что запрос как раз от людей шёл, что хочется больше информации, хочется покопаться, узнать, проникнуть, получить ответы на вопросы. И мы решили, может быть, два-три дня сделать. Ну а потом, соответственно, когда мы с тобой встретились и решили, что тут два дня, можно и неделю, в принципе. И, соответственно, каждый день партнёры очень хорошо откликнулись. И каждый день у нас на самом деле сейчас насыщен такими интересными событиями. То есть если ИЦАО занимается научпопом, то у нас популяризация такого определённого лайфстайла, экологичного, осознанного. То есть, понятно, в большей степени у нас женская целевая аудитория. Это женщины, они более активные. Я тебе больше того скажу. Мало того, что женщины более активные, у нас есть цифры. С мужиками напряглись. Не-не-не, мы совершенно не феминистские, это просто данность такая. У нас есть цифры, это абсолютная, конечно, данность. Мы вот в первом части, чтобы не повторяться, просто коротко скажу, что в основном экотовары покупают женщины. Их среди ответственных потребителей 85%. При этом больше половины опрошенных женщин не имеет детей и совершает экологические покупки для себя. Это мы ссылаемся на тот же опрос, который Олег так любезно нам подготовил для нашего эфира. Опрос, проведённый компанией NailsN, Олег Прохоренко я имею в виду. Это международный опрос 30 тысяч человек, 60 стран мира. Совершенно верно. По большому счёту, нет, я всегда говорю, что я ремарку такую вношу, что я за такую классическую семью, когда мужчина — это глава семейства, но, тем не менее, все исследования, они подтверждают, что 80% семейного бюджета распределяет женщина. И, естественно, если мы говорим о переходе на осознанное потребление, замену каких-то там вещей, раздела мусора, это тоже инициатива больше женщины. Потому что мужчина в этом плане более инертный, скажем так, он зарабатывает деньги, и это всё считают приблудой женской определённой. А потом в это втягивается, и втягивается вся семья, и, соответственно, я могу сказать, что женщина здесь такой определённый капитан идёт, такое судно осознанного потребления в семье. Скажи, пожалуйста, ты вот сейчас, когда готовила эту неделю, общалась с большим количеством кинерсантов. Что ты для себя открыла в этом отношении? Потому что, в общем, мы тоже сидели и разбирались в ответственном, в осознанном потреблении и так далее. Я на самом деле была очень удивлена, что в нашем городе это всё есть, но об этом во слух особо не говорят. Как будто как стесняются, знаете, или это как вопрос с благотворительностью. Я за то, чтобы об этом говорить. Если ты делаешь, ты говори не в плане пиара и хвостоства какого-то, а реально привлечь к проблематике внимание, и чтобы другие люди подтянулись. То же самое и касается осознанного потребления. Нужно об этом говорить. А как чаще мы приглашали, допустим, спикеров? Нет, у нас руководство не хочет это светить. В смысле? Это же круто. У вас на предприятии раздельный мусор. Вы реально уже несколько лет этим вопросом занимаетесь. Почему вы об этом молчите? И вот как раз одна из задач нашей эко-недели, эко-тур, который вчера состоялся, и вот Олег с Алексеем там были, мы были поражены, насколько это уже всё есть. Это всё очень круто реализовано на конкретных частных предприятиях, больших и не очень больших. Но об этом пока ещё всё потихонечку, потихонечку мы начинаем открывать эти все ворота, все окна, говорить об этом. Я считаю, что одна из наших миссий и всех наших партнёров, друзей, участников — это больше об этом писать, говорить, показывать, рассказывать. Вот вчера был круглый стол с Паской 15 у нас. Это уже вечернее мероприятие в 6 часов. И там мы приглашали уже людей, которые давно в этом живут. Давно разделяют мусор, покупают определённые товары. Для них это уже норма. Было у нас 5 спикеров, примерно где-то 40 гостей. Люди просто пришли, потому что что-то интересное, какая-то, видимо, тусовочка, уходили с такими глазами, потому что они даже не подозревали, как можно изменить качество своей жизни. Причём это же идёт хорошее... Это кажется, что это всё дорого, но если ты введёшь это в систему, это реально экономия семейного бюджета. У нас вчера Марина Сунцова выступала, она мать пятерых детей. Она говорит, что за неделю семья из 8 человек, которые живёт в этом осознанном потреблении, один раз в неделю мусор выкидывают в пакетики. Всё остальное они разделяют по фракциям. Там была у нас одна, скажем так, девушка, Екатерина, она реально на 18 фракций делит мусор дома, в домашних условиях. Для меня это что-то из фантастики. Но они в этом живут, они об этом рассказывают. И, конечно, много вопросов у нас идёт, я не знаю, можно ли об этом говорить, это к нашему руководству города, области. Потому что вчера была Ольга Анатольевна Лобастова, летучий корабль. Это же та компания туристическая, которая тоже, вот я же ездила с ними на Немду два раза. Это никакой одноразовой посуды, обязательно. Железная ложка, чашка, тарелка, мусор мы весь собираем, туристы, за другими туристами. Я надо сказать, что в советском районе даже нет, куда это всё вывезти. Им приходится за свой счёт частной компанией вывозить в другие районы Кировской области. И это вопрос есть, потому что мы вроде хотим, но мы не знаем, куда, что. Или Марина Сумцова говорит, мы делим мусор, а нам пришла квитанция полторы тысячи в месяц. За что? За то, что я один раз в неделю пакет выбрасываю? Ну вот мне не зря я зашла с сообщения ТАСС, опубликованным на РБК. О том, что может редуцироваться плата. Да, о том, что будет, может редуцироваться плата. Кстати говоря... Потому что в сельской местности не зря люди возмущаются, они сжигают там. В печке половину, вторую половину утилизируют в компост. Остаётся только там неперерабатываемые отходы, которые... Ну, в смысле, они перерабатываемые как раз, которые можно сдать в специальный контейнер. Значит, смотрите, Минприрода, я уже напоминаю, что концепция расширенной ответственности, она включает в редуцирование платы с домохозяйств, которые раздельно собирают мусор, и разрешение бизнесу самостоятельно утилизировать товар и упаковку при наличии собственных мощностей. Вспоминая Берлин, о котором ты сегодня говорил в первом часе... Да, что там у моих знакомых компостный ящик на балконе стоит, они его используют. Да, просыпаешься утром в отеле в каком-нибудь большом, и во дворе отеля стоят собственные техники для утилизации и прессования мусора, они его тут же сортируют. То, что нужно спрессовать в кубики, прессуют. То, что нужно там... Пластик, он тут же там... Отель полностью перерабатывает мусор, ну не перерабатывает, а сортирует его и упаковывает для дальнейшей транспортировки внутри. В России такой опыт в одном только аэропорте сейчас вот вводится. Они задумались как раз об одноразовой упаковке от нашей еды, вот в полетах, которые мы получаем. Но копия, вот, кстати, подготовленного во ведомство документа у РБК есть, можно запросить у РБК. И дальше мы говорим о том, что представитель Минприроды Дмитрий Кобылкин провел совещание с участием представителей бизнеса, посвященной концепции вот этого расширенного ответственности производителя. Рекомендации и замечания, говорит, он будет рассмотрены, обоснованно учтены и готовится проект-концепция, который будет направлен в правительство. По поручению президента концепция... Не гасни компьютер, как не вовремя. Да, до 31-го, насколько я помню, марта, она должна быть рассмотрена. То есть мы в апреле-майе должны получить какой-то ответ по этому поводу. Ну, то есть вот это точно будет помощью и толчком к дальнейшему развитию, да, всё правильно, 31-го марта, дальнейшему развитию и движению бизнеса в отношении там ответственного потребления. У меня вопрос ко всем гостям, поскольку времени остаётся буквально 4 минуты. Готовы ли ваши, вернее, так скажу, как вы оцениваете, потому что в первой половине вы тоже вопрос задавали, оцениваете потенциал роста привлекательности компаний с декларацией об ответственном потреблении с точки зрения как раз конкурентного преимущества. То есть есть смысл смотреть в эту сторону, или пока ещё всё-таки поколение Z не подросло, которое осознаёт необходимость ответственного потребления в России? Ну, я считаю, что это, может быть, на сегодняшний день как конкурентное преимущество работать не будет. Поближе микрофона, пожалуйста. Но считаю, что, как Наталья говорит, что об этом нужно говорить, и об этом нужно говорить вслух, чтобы все знали. Потому что если мы с вами не начнём приучать поколение, которое идёт следом за нами, то, в принципе, о чём можно говорить, что будет в будущем? Да, понятно, личная позиция. Пока что не видят, что это привлекает новую аудиторию Алексея Шаклея, владелец барберинского. Я всегда перекладываю на себя, то есть привлечёт это меня, либо нет. Ясно, хорошо. Я скажу, у меня помимо агентства Леса есть ещё сеть от Али Мастерица. И на самом деле, когда мы стали готовиться к эко-фэшн-дэй, давно идея была сделать такой модный показ «Вторая жизнь вещей». И мы просто объявили конкурс о том, что кто хочет пройтись по подиуму с девочек, приходите в ателье, приносите с собой 3-4 пары старых джинс, просто там у мужа свои лично, и наш дизайнер разработает вам новое платье. У нас 12 девочек согласилось. Такие вещи эксклюзивные, просто платья, сарафаны, юбки. Ну вот оно, осознанное потребление, и очень большой сейчас идёт запрос, и нам пишут и говорят, у меня много очень старых вещей. А-то я возвращаюсь. Да, кастомизация называется, когда ты не покупаешь новые вещи, а ты перекраиваешь, перешиваешь, украшаешь. А готовы ли люди за это платить? Да, оказывается, готовы. Потому что вещь старая, переработанная, может стоить дороже, чем новые джинсы в бутике. То есть этот тренд, ты думаешь, будет работать и повлиять на бизнес? Нет, вот если говорить, вот, например, я вам скажу, что вы приносите 3-4 джинсы, 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 пара джинс, да? И у вас новое платье выйдет 2,5-3 тысячи рублей. Ну, где такое эксклюзивное платье? 20 секунд управляющая компания. Самое главное в слове, осознанное потребление. Осознание у каждого человека, оно разное, поэтому тренд однозначно есть. И лично я, как руководитель управляющей компании, вижу желание собственников участвовать в этом. Ведь формулировка, раздельный сбор мусора, его концепция, она уже заложена. Сортировать НАТО на этапе его образования мусора. И так как эта возможность есть у каждого жителя, и вот это осознанное потребление, если это осознание есть, и мы будем это развивать, однозначно это будет работать. Поддержка государства и города в этом очень важна. Есть практика региональных операторов других городов. Мы выходим сейчас на Ижевск, на Ульяновск. Там шикарные региональные операторы, где в каждом дворе уже организованы такие площадки. Надо брать просто этот опыт, брать и внедрять в нашем городе. Олег? Люди, которые привержены осознанному потреблению, это все равно определенная целевая аудитория для бизнеса. И если мы транслируем идеи осознанного поведения, во-первых, мы, как Алексей сказал, поколению, которое идет за нами, показываем, как надо, потому что они моделируют поведенческую модель и просто повторяют. Если при детях начать просто сортировать мусор, они с детства будут знать, что это правильно. Это раз. Два. Для бизнеса, транслируя о том, что мы так делаем, люди, которые разделяют эту позицию, будут потреблять именно у вас. Это раз. Общая позиция государства сейчас на переработку мусора идет. Есть куча всяких программ, которые люди просто не знают, что они есть, на открытии перерабатывающих заводов, субсидии различные. Это раз. Точнее, это два уже. Три. Это глобальная какая-то политика на экологичность. Это Грета Тумберг, которая уже по всем каналам, ее спонсируют нереальные люди, потому что я смотрел там кучу передач, как она не летает на самолетах и ее перевозят на каких-то яхтах за нереальные деньги. Ну, осознание себя и своего бизнеса как части мировой экономики и политики в этом отношении. Да, это глобальная тенденция. Спасибо, спасибо. Все, закончилось наше время. Олег Прохоренко и Светлана Зонько. Это был Разворотный бизнес. Всем всего хорошего. Хорошего дня.